Магнитогорские полицейские подводят итоги минувшей недели. Всего было зарегистрировано 91 преступление, 66 из которых раскрыты. Раскрываемость составила 72%. Подробнее об этом в нашей криминальной хронике. К сожалению, по-прежнему наши жители выкладывают объявления о продаже различных предметов или о покупке в сети интернет. Так, буквально в пятницу к нам обратилась девушка с заявлением о том, что на сайте она увидела объявление о продаже элитных щенков. Не созвонившись, так скажем, с покупателем, не выяснив какие-то обстоятельства, где находятся данные щенки, действительно ли они есть в наличии, она перевела денежные средства на счет и в дальнейшем выяснила, что перевела на их мошенников. Когда вы размещаете объявление о продаже или покупке чего-либо в интернете, обращайте внимание на то, как ведет себя с вами потенциальный покупатель или продавец. Если он говорит, что для того, чтобы ему перевести вам денежные средства, необходимо знать какие-то конфиденциальные данные или на вашем денежном счете должна быть определенная сумма денежных средств, никогда не поддавайтесь на эти уговоры, потому что в дальнейшем происходит просто списание с банковского счета именно ваших денежных средств, которые уходят в неизвестном направлении и в дальнейшем очень сложно сотрудникам полиции установить тех лиц, которые действительно занимались списанием денежных средств. Одним из значительных успехов магнитогорских полицейских на прошлой неделе стало задержание вора-гастролера. В марте 2016 года совершена серия краш на территории города Магнитогорска из квартир граждан. За данное преступление был задержан житель города Челябинска, который ранее неоднократно судим, гастролер по области. Специальным приспособлением открывал замки квартир с металлическими дверями китайского производства, в которых установлен плоский ключ с продольными бороздками и выемками. Вот есть такие вот плоские ключи. Специальным приспособлением вкручивал в шуруп и выдергивал личинку замка, а потом беспрепятственно заходил. Хотелось бы сказать гражданам, чтобы еще раз позаботились о сохранности своего имущества. Все-таки, возможно, постановка на охранно-пожарную сигнализацию, может быть, установка каких-то более надежных запирающих устройств и дверей. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова